От частного к общему. Проблемы отдельного двора, школы или конкретной семьи в Тольятти помогают решать специалисты областных министерств. Продолжается проект «Открытые правительства на связи с губернатором». Уже два месяца в городе работают мобильные приемные без предварительной записи и очередей. Чиновники консультируют жителей. О тех, кому реально помогли, Екатерина Зименчук. «Отказали в приеме в первый класс», — пишет Галина Круглова в обращении к губернатору Николаю Меркушкину. В их квартале нет школы. Раньше по месту жительства дом Кругловых относился к 90-й. Она неподалеку, там учится старшая дочь семейства. Когда пришла пора отдавать в первый класс младшую дочь, выяснилось, теперь дом прикреплен к другой школе. Находится она не в шаговой доступности, да и набор в нее уже закончен. Хочу, чтобы понять, есть ли какой-то закон, который утверждает, что мой ребенок не может. На каких основаниях мне отказали? Правомерный ли этот отказ? Если да, тогда мы уже будем принимать какие-то другие меры, искать другую школу. Понимаем, что это сложно, но если это на уровне закона. Уже больше двух месяцев специалисты областных министерств выезжают на площадки, которые работают по всему городу, во всех районах Тольятти. К специалистам ЖКХ, здравоохранения и социальной сферы выстраивается, как правило, самая длинная очередь. В одном месте можно обратиться, во-первых, к представителям областных структур. Обратиться сразу в несколько очень важных пунктов, куда в простой жизни надо ли постоять в очередь, либо каждый раз приноравливаться к тому графику работы, которая есть в того или иного учреждения. Разъяснения дают сразу, после отправляют письменный ответ. Самые сложные вопросы областные ведомства берут на особый контроль. Проект на связи с губернатором продолжается. У тольяттинцев еще есть возможность получить помощь представителей региональной власти. Екатерина Деменчук, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти.